здесь 230 гонконгских долларов вот эти вот считала нет не берем да вот наш бюджет ура наконец-то наконец-то мы едем в гонконг три с половиной года там не были хотя раньше чуть не ежедневно в него выходили и гуляли меня зовут денис лена макс мая мы семья васильевых и настолько ранова выехали из дома что позавтракать не успели алена рассказывает как водителю объехать наши субботние утренние пробки ведь там же рынок выходного дня сейчас зигзагами думаю будет замечательный день и путешествия соскучились великое путешествие раньше в этом здании находилось два подразделения компании биби кей оппа и оан пласт футиан чекпоинт один из пешеходных переходов из шэньчжэня в гонконг как же давно мы здесь не были знакомые шэньчжэньские запахи а с другой стороны ручья прям и запахи другие и практически другая страна кратко о шэньчжэне это крупнейший и богатейший город китая один из самых быстро развивающихся городов мира здесь базируются практически все производители электроники как китайские бренды так и международные в том числе здесь находится фабрика foxconn на которой собирают iphone и ipad пока здесь собирают но собираются перевести производство в индию там дешевле чем в китае шэньчжэнь это современный чуть больше 40 лет он чуть старше меня современный китайский мегаполис это город стекла бетона и электроники обожаю шэньчжэнь мы здесь жили три года сейчас переехали в гуанчжоу но когда мы сюда приезжаем прям кайфуем это непередаваемо это надо просто поездить по городам пожить а потом сравнивать но гонконг гонконг еще круче мы идем в гонконг волнительно как первый раз дали носик первый раз я был в гонконге в 2014 году 9 лет назад в гонконге собственная валюта гонконгский доллар за 1000 рмб юани дают 1104 гонконгских доллара конечно же собранных дома монеток нам не хватит сейчас наверное обменяем 1000 юаней этого может быть с натяжкой ну отель уже забронирован гонконг очень дорогой город отель ночлежка на четверых нам обойдется 500 или 600 юаней 6000 рублей за ночлежку рубли здесь не меняют увы в китае самая крупная купюра 100 юаней в гонконге я видел пятисотки возможно даже крупнее есть но моя любимая купюра это десятка пластиковая десятка когда-то она была признана самой красивой самой необычной но сейчас пластиковые деньги по моему во всех странах уже выпускают здесь есть прозрачное окошечко видите это не дырка это окошко мы еще в гонконг не зашли они такие как-то предупредительные или как это сказать как говорят вам нужно заполнить форму мы такие да да окей мы знаем а в гонконге в самом они прям англичане все еще несмотря на то что с 97 года это уже не колония а специальная зона китая но граница есть собственная валюта есть все собственное так что можно считать другая страна все еще также как и макао в котором мы недавно были но только китайцам это не говорите они очень обижаются хотя большинство китайцев даже не могут попасть в гонконг им нельзя были случаи выставка электроники например и нам говорят ну когда еще на интернет магазины работал денис езди я говорю а кто со мной поедет ну извините из нашего магазина никто не может поехать они не выездные в гонконг так что гонконг китай но не совсем последние метры на китайской стороне куча видеокамер и запрещено снимать прощай шиньжэнь привет гонконг у меня фамилию печатные буквами капец тяжелая ручка три часа с момента выхода из дома и мы в гонконге в гонконге в паспорт не ставят штампика выдают маленькую бумажку о том что мы сюда вошли на всякий случай эту бумажку не теряйте ну а при возвращении снова поставят штампик что мы вошли в китай у макса только что насчитал всего лишь 31 вход макс оказывается не очень много раз выезжал из китая 31 вход в сколько тебе сейчас в 12 лет у меня было вот 60 у меня в 12 я из своей деревне в 12 не выезжал лена с моей тоже выпустили поздравляю вас для россиян гонконг безвизовая страна по моему 15 дней можно здесь находиться вот то есть мы зашли через 15 дней выйдем подожди моя бумажка чуть не потерял октопус это транспортная карта гонконга но с помощью нее можно оплачивать абсолютно все 7л его не принимают в общем для того чтобы не таскать с собой в карманах тяжеленную мелочь лучше всего на входе либо приобрести такую карточку либо если есть закинуть на нее побольше денег и везде и расплачиваться три года не пользовались видимо не только у нас проблемы с карточкой возникли сказали идите в customer service 4 октопуса майн детский мой старенький и два новых взрослых 50 юаней стоит карточка добро пожаловать метро да ничего но богатая не шиньжэнь круче там нет ни одной открытой платформы а в гонконге все никак не могут сделать мне прям страшно я понимаю москвичи лондонцы парижанцы они привыкли код к таким открытым платформам в китае такого почти не осталось больше наверно прыгают на рельсы что за крики какой ветерок вот прям узнаю гонконг такой современный чистенький новенький богатый искрящийся переливающийся огня да да станция метро адмиралтейство если не ошибаюсь пересекается аж четыре ветки развязки просто заблудиться можно а название улиц какие кеннеди виктория 50 гонконгских долларов обошелся нам проезд на каждого кроме мая моя у нас ребенок гонконг гонконг сразу вижу очень красивые небоскребы мы вышли практически в центре хотя нет наверно не практически а в центре движение левосторонние как в англии jw мэриот конрад часы чуть ногу не сломал засмотрелся на эту красоту ёмой а знаете что это такое на что я наступил эта карта queen's рот например вот из все да это наше путешествие заканчивается когда я забыл куда хотел в комнату матери ребенка макс только что заходит туалет и спрашивает папа чем это пахнет говорю туалетом мне а чем должно в туалете пахнуть мочой юморист в гонконгских туалетах очень приятно пахнет всегда во всех даже в самых-самых страшных закоулочка обязательно покатаемся и на двухэтажном автобусе вот кстати наш 15 мы на нем сегодня поедем и на двухэтажных трамвай чеках я не знаю что здесь есть такого магического но когда мы приезжаем улыбка не сходит с лица покажи свое личико макс скоро будет жалиби прям картинная галерея здание утюг а нам куда-то в парк мы хотим в парк новостройки новостройки строят новый небоскреб типичные жилые дома прям вот все такое узенькая маленькая дорогущая вот это гонконг и высокая очень высокая мы чё начинаем супермаркета да а ну действительно для гурманов же банана маффины 4 сыра пицца она не круглая она квадратная это неправильно сыр и сыр и мясо рыба да салями дают попробовать вот это 28 долларов свечка свечкой очень много жира вот это вкусная за 33 доллара 100 грамм 100 грамм за 33 доллара очень вкусно напомню гонконгские доллары и хочу вот такой вот сыр попробовать смотрите соляне 102 доллара вот это вот палка ну мы же в гонконге это же настоящий солями а это почем не написано хлеб хлеб 32 доллара вот этот вот батончик прям огромный выбор я кроме ламбера ничего тут не знаю красивые не факт что вкусные я не знаю что это за за фрукты радичио тордиво 26 долларов за 100 грамм вот это знаю сколько я примерно вот такой вот именно такой куст покупаю за 6 юаней это за 28 гонконг очень дорогой и богатые люди здесь много-много-много вот таких вот специализированных просто супер дорогих магазинов был по нашим меркам по их там зайти на вечерок купить килограмм сыра с его на лаван можно еще в маркет спенсер зайти это вообще просто офигеем вот сансуки массаж сансуки хочешь пиццу не хочу вот вот это наша тема но цены тоже нажать нажать надо маячок чтобы открылась смотрим смотрим то что я знаю треугольнички да обязательно кока-кола 13 долларов китае два с половиной юаня 13 долларов пиво пиво сан мигель 13 долларов цены за последние четыре года не изменились что еще я хочу посмотреть у меня здесь есть любимые бутербродики вот они я я люблю даст тунцом с тунцом и вот такие вот он aqua пол-литра 10 долларов я уже забыл что настолько дорого здесь даже в сэвэн-элаване два банана за 11 долларов а было по 6 половиной за один тратим мелочи октопусом будем расплачиваться когда мелочь все наши килограммы мелочи закончатся три бутерброда и вода шестьдесят долларов приятного аппетита мама сказала что она потерпит до китая вкусные терияки а ты знаешь что такое терияки соус я тебе второе отдам а у тебя тюну заберу у меня очень вкусно яйцо с меченой тунец также хорош как я помню но терияки вкуснее так я даже не обратил внимание в какой мы супермаркет заходили оказывается это лучший итальянский в гонконге сколько интересных забегаловок это пивнушка еще что-то сайгон праворукая тесла у нас есть места которые мы хотим посетить но сейчас мы просто гуляем нам нравится просто гулять просто идти неважно куда классная вот даже в гололед тут не упадешь классная гористая вот здесь собачек можно выгуливать много лиц иностранных но это я думаю все уже местные жители здесь реально так как очень много денег по наехала сюда со всех стран мира в каменных джунглях в лесу мы пришли и пришли правильно без карты поздравляю вас небольшой парк мон монт парк вообще направляемся в гонконг парк везде зоны для отдыха только вышли из мини-мини парка и тут же вот еще одна зона маленькая мини-мини заправочка прям такое все миниатюрное тут и все забетонировано чтобы с гор ничего не сыпалось не сползала кеннеди улица вот по ней мы идем путь что-то запыхался после такого резкого то подъема он уже как высоко вот те часы вы видели я там ногу разбил водопаде ки кругом бетон и вес посмотрите каждое дерево помечено срубать тут даже веточку срывать нельзя не то что срубать эти деревья с одной стороны центр города с другой стороны реально какие-то джунгли посмотрите очень необычно круто и даже вот на таких вот маленьких деревьях видите есть идентификационный номер все охраняется где-нибудь есть с той стороны может быть вот этой заброшки что-то реально заброшенное стоимость квадратного метра просто зашкаливает здесь каждый сантиметр используется именно поэтому большая часть дорог с такими узкими пешеходными тропинками вот тут вообще один один широкоплечий ладно толстопопой фиг пройдет да если не специалист по врезаниям даже боюсь представить сколько стоит аренда квартиры в этом доме даже не про покупку просто про аренду говорю вот это виды тут вам и небоскребы блестящие и небоскребы серенькие зачуханные и парк под нами в которой нам надо зайти но здесь прохода нет надо вот так вот весь парк обойти зайти с другой стороны интересное место в которое мы пришли называется гонконг парк мы будем называть его центральный парк гонконга кроме обычных пешеходных тропиночек здесь есть вольеры с животными вот это что здесь здесь птички вот видите сколько много птиц и в некоторые вольеры можно заходить мы были в этом парке лет лет 8 назад дети совсем не помню тогда мои больше всего обезьяны понравились это вообще на павлина похоже очень да так грандиозно грациозно и вообще офигенно спой птичка не стыдись штраф полторы тысячи долларов за кормление птиц ладно не написано сколько за маску да носите маски иначе штраф тай-чи garden да я люблю такие садики когда приехал вообще не понимал фишку просто какое-то такое место огороженное чаще всего стенами внутри камни цветочки то есть это называется садом но на самом деле это это зона отдыха приятная ухты если открыто я туда хочу а а вы не полезете что ли тут можно попить водичку до леносик набери водички бесплатно я подогрев лена с детьми наотрез отказались сюда никто не полезет меня штрафовать написано нет выхода поднялись сюда все вот тут вот и сидите вид в одну сторону вот большой вольер с птичками мы туда обязательно сейчас сходим посмотрим с этой стороны видно какую-то церквушку жилой массив это все желая застройка а с этой стороны офисные здания если посмотреть в ту сторону лип по которой мы увидели сразу при выходе из метро bank of america вот это вот самое знаменитое здание с рожками очень красиво подсвечивается ромбиками но вечером увидите если сейчас здесь подсветка работает и большой 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 парк снизу но мы туда уже не пойдем мы пойдем в соседний парк где хотим посмотреть обезьян не знаю пальцем куда-то туда ну где-то в общем он там если вы были в гонконге напишите чем он вам нравится или не нравится если не были напишите чем нравится или не нравится только уточните лично не был сужу по фото и видео он ждут леносик дети поднимайтесь нет говорит не поднимемся пойдем мая хочет в клетку что вы знаете о клетке клетка это плохо мой дядя сидит в клетке живет в клетке дети помните какой фильм это оказывается монумент медсестрам погибшим во время эпидемии сарса в гонконге эпидемия разразилась 2003 году вот это напоминание о тех событиях они спасали жизни и здесь помнят ну да 68 2003 мая не ходи по камушкам нет нельзя фонтанах купаться тоже нельзя самое интересное место этого парка мега курятник похоже закрыт жалко мы ради него сюда пришли мая сейчас раз точно закрыта мая нет нет да и что там на площадке нет что вам больше всего нравилось нет там экскаваторы копать песок можно пойдете да нет это вот в этом вот парке пойдемте вот здесь вход children playground горки здесь тоже есть экскаваторы убрали вот здесь вот здесь они были остались остались они именно такие были ты просто не помнишь все можете работать профессия получена от двух до пяти маячка моя тут написано что играть можно от двух до пяти лет ты немножко старовато для этой площадке но я вижу ты вошла во вкус уже пойдем дальше пойдем к обезьянкам моя ну пойдем к обезьянкам не хочешь тут нравится помочь тебе уйти от этого экскаватора ваши ощущения тупо что значит тупо ну понравилось детство вспомнила нет маленькая была моя покорми осьминожку моя 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 максим 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 горка не сломалась я боялся что сломается все-таки они в два раза старше чем максимально допустимый возраст по ностальгировали идем следующий парк с обезьянками знаете что это за номер с джейси это святого джозефа колледж прикиньте номер себе сделал руны какие-то тут написаны школа школа номер пять зелено-белого дня слизарин с другой стороны его посмотрите сверху тоже какой-то герб история кругом история интересно что такое объединенная церковь это все конфессии в одном месте а мы приближаемся супер популярному трамвайчик у вот это называется фуникулер иногда мы канатную дорогу фуникулером называем но нет фуникулер это именно вот такой вот транспорт а это вообще новый трамвай когда мы катались были старенькие прикольные а этот что-то совсем совсем современный в общем фуникулер это рельсы и на канате видите за ним канат тянется на канате поднимают в самый самый верх на пик виктория проблема этого фуникулера гонконгского он очень популярен это такое туристическое знаковое место очередь на час наверное поэтому мы на нем подниматься не будем а еще он не дешевый это чисто для туристов потому что можно дешево подняться на автобусе мы на пик виктория будем на автобусе подниматься а там такой аттракцион вот так зигзагами если сесть слева по движению и смотреть туда в обрыв здесь же левостороннее движение он прям по самому обрыву едет все кто был на экскурсии со мной по гонконгу особенно ленина мама они меня не ненавидят все кого я прокатил на этом автобусе на втором этаже на первом ряду вот так вот вперед смотришь и обосралово полное написано на нем трамвай развязки конечно тут фиг поймешь куда идти я не знаю веду наугад думаю нам сюда церковь а в церкви что это венчание свадьба или так выставка фотографий женихов и невест нам куда-то туда как нам туда зачем нам туда вот здесь можно перебежать вот там подняться мы это сделали нашли лестницу по которой нужно идти вот за что я не люблю гонконг я вспомнил вспомнил главный его недостаток иногда для того чтобы просто перейти дорогу нужно помучаться помнится трансформеры эту башню разбомбили в фильме вход в зоологический парк и сразу надпись памяти погибшим во время первой и второй мировых войн Ленусик это же половина из них парни да я знаю что с ними не так как любит говорить Маня давай сюда пойдемте в кусты пойдем в кусты а ой какая прелесть посреди города можно вот попасть туда у меня какие красивые цветочки это гвоздики вот самые красивые здесь гвоздики я насколько помню здесь фонтан был большой на площади да моя это великолепная лозочка неплохо получилось да подвял но для сравнения вот моя рука посмотрите цветок больше моей ладони я пойду вот тут фонтан красота 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 все фотографируют кто в какой позе как красиво это что еще за красотища такая ни разу такого дерева не видел посмотрите как цветы висят вот немножко поздновато пришли многие уже отцветают но все равно очень красиво а я нашел обезьянок вот это я вот это вот мама Максимка подросший и Майя они вот так вот выглядели когда впервые сюда пришли не роза самая красивая да нет тут все красивое вот это вот посмотри Майя ты когда-нибудь видела вот вот такой цветок это что вообще ну посмотри вот какие-то такие ну да да Майя я согласен что та клумба не очень но похоже вот это такое ощущение что этот цветок отцветает вырастает новая из этого получается может быть смотрите оса пытается добраться до нектара или это не оса какой-то жужжащий зверь на тебя похоже я плющ Майя заинтересовалась обезьяной тут же подошел охранник говорит а вы знаете здесь есть живые такие вы вот туда пройдите туда поднимитесь и там такие обезьянки 25 лет сейчас секундочку 25 лет Гонконгу как специальному административному региону Китая поздравляем Гонконг с этим событием что свадебная свадебный тоннель орхидеи просто вот так вот да орхидеи тут как это как трава им главное влажность повыше а влажность здесь зашкаливает высотища просто невероятно но я себя имею конечно же не цветы они так вот цветов листиков то нет это и есть листики свеженькие а может и нет а это береза какая-то сначала береза снизу береза а дальше что-то хвойное помните на острове лантау возле Будды много-много вот таких деревьев с огромными с огромными хвоинками я думал это ты уже тут так Майя ты научилась как тукан кричать? я уже сняла они так прикольно танцуют вот эта птичка мне какого-то бомжа напоминает а мне какой-то рок-музыканта розовый фламинго один раз спела розовый фламинго песенка заела они не красных рачков едят они едят обычный краситель вот им налили пожалуйста пейте радуйте посетителей своим ярким розовым цветом Макс смотри смотри опустил на самое дно голову и что-то там ловит вот между ног видишь? ну Майе не нравится что эта цапля плохо позирует то ножку неправильно поставила да? курица ку-ку-ку ты дерево не сломай только у меня руки сломаются не надо говорю же курица сейчас не удивлюсь если она закукарекает ну давай аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааауску что за дебилы пришли тут мне мешают спать а мне нравятся вот эти деревья это же просто представляете насколько вот эта стена старая либо насколько быстро растет это дерево что она успела поглотить всю стену какая ветка спилили какой-то глага глаз да тут сверху а я груд я крут нам вот туда в тоннель мы к обезьянам пришли отберут ведь и начнут селфи делать эй чувиха вот слышит у меня такая же бородка растет седая мая убегает убегает быстрее фотографируй вот отсюда хорошо снимать для амуров ушел-ушел-ушел-ушел-ушел-ушел просто как фильма аватар такие необычные цветы супер молодец ну где же тупорылая обезьяна то судя по мощной клетке там динозавры водятся почти динозавры увы увы тут что-то все закрыто никак к нему не подойти а вон сверху еще сидит а чё так медленно устали восторгаться отдыхают макс шахматы играет мая какую-то змейку запускает дети может отдохнуть просто посидеть вот птичек послушать пальмами полюбоваться нет это бен лан это похоже местный тигр лежит и смотрит на всех свысока а я хочу вот такую семью обезьянок увидеть смотрите пиво пьют яйца едят фруктики что 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 обезьяны тоже бухают в этом прудике не хватает карпов кои вот прям очень не хватает было бы вообще замечательно совсем покидал ся бесплатный вай фай по всему гонконгу я согласен насладились природой и животными пора в каменные джунгли и чего-нибудь покушать ночи дети столовку столовку для тех кто забыл в какую сторону смотреть сначала направо потом налево да это крути знаю но это макс этот номер стоит дороже чем автомобиль но можно и макларен и номер поверь у них у многих несколько автомобилей в гараже стоит самые дешевые здесь вот эти вот древние красные такси все остальное просто шик генеральная консульство мы не будем показывать а то еще камеру отберут да узенькие улочки по ним гоняют вот такие автобусы сразу после еды поедем кататься мая это не ты каркаешь да надпись на входе гласит гонконгский центральный госпиталь я абсолютно серьезно вот сейчас подбегу и вам поближе покажу видите гонконг централ госпиталь частная собственность но я думаю это под снос явно уже не принимают что тоже офигели от здания да где не вижу значит ее нет оле спаниш ресторан дерево тоже шик вообще это дерево сломала пол стены нам 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 вот туда вот вниз но сфотографирую она как раз поместится у тебя в кадр если будешь отсюда делать фотку вот инстаблогер со растет если вы болеете страдаете клаустрофобии то в гонконг лучше не приезжайте здесь все очень-очень узкая я помню когда впервые встал на эскалатор в каком-то супермаркете и ну или торговом центре моя талия не поместилась пришлось боком ехать баскервиль хаос баскервиль дом баскервилей значит где-то здесь есть болото и собака должна быть вот в такой машине и отвезли на болото и выкинули так мы специально выбираем такие пути я вас не повел по людным улочкам макс ну вот посмотри нормальный автомобиль а номер какой-то лоховской не стал понтоваться это точно очень много похожих до сих пор телефоны автоматы есть полицейские что-то тут понаехали версаси версаси зайдем не зайдем брунелла куки куки я не знаю этих брендов извините а куинсгарден тюдоры роликсы будь здоров что-то все киоски эти закрыты странно а вот это по нашему карману да 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 тут рядом с империор и гуччи супер мне нравится этот пешеходный переход вот теперь зажегся зеленый всем абсолютно всем пешеходам во все стороны это круто вот эти улочки я люблю в гонконге давайте через нее пройдем нам как раз в ту сторону какие тебе булочки голодный ты наш булочки везде ему ну вот такой контраст там всякие луи виттон и джорджио армани а тут шанель пожалуйста шанель вот видите гламур вон какой-то сумки оригинал и вход в метро централ стейшн я дратути нам нам туда куда я вас веду поэтому туда проходим этот колоритный не знаю поворотик и тут снова вау офиге дети я нашел я обещал я нашел мая мы еще покатаемся на таких тут даже пахнет знакомо вот здесь можно дешево затариться какой-нибудь фигней 7-11 под чуть подороже централ стейшн конкретно вот этот выход сколько же у меня связано воспоминаний с этим местом когда мы жили в шэньчжэне я очень часто ездил в гонконг на выставки к друзьям просто видео поснимать чтобы сюда прийти сэньчжэне деньги были а чтобы снять на ночь отель не было поэтому приходил сюда брал и вобрал какую-нибудь закуску и ночевал где-нибудь на улице вот это один из таких вот закоулочка где я очень часто бывал но с сэвен-элэвеном у меня связанные ну те треугольнички которые мы сегодня уже поели и вот эти чипсы со вкусом пиццы обожал 1450 я хочу такой же набор как мы последний раз ели в макао 35 юаней маленький с одним стейком не два стейка написано бургер стейк два стейка 35 дети кто больше всего хочет тот несет центре гонконга барахолка как всегда ничего не изменилось всякую фигню тут продают ясное дело не оригинал но и здесь же музыку играют за исполнение песенок филипинкам негде сегодня ночевать они вот где попало сидят за исполнение песенок на улице можно сесть в тюрьму но они на свой страх и риск все равно играют а еще здесь вот такое можно увидеть палатки в центре города и это не пикет они тут по выходным живут привет нет не выкидывай еду переделали немножко пешеходный переход мусорок не было вот там табло установили электронные показывающие погоду завтра плюс 27 обещают и раньше здесь было очень много уличных музыкантов теперь как видите ни одного всех разогнали а еще здесь находится магазин apple но возможно не это здание а следующее до следующее чуть дальше и когда выходят новинки сюда люди приезжают скупо занимают очередь скупают тоннами телефоны и потом здесь перепродают вот в этом же сам что там приходит во всяком случае раньше было вот он яблочный магазин здесь вечная стройка первый раз когда я был не было ни колеса обозрения здесь какие-то домики были все переделали точнее еще не доделали единственное что так и осталось это пирсы вот и они не меняются вообще шикарно шикарно я предлагаю там все занято давайте вот сюда да да вот сюда садитесь у нас vip столики наш обед все выбрали одно и то же блюдо стейк ну котлетка с грибами и рисом а вот там можно видеть паром старый старый что-то 50-х годов до сих пор на дизеле плавают воняют знаете как в дизельной котельной ну жутко воняет но зато всего два доллара и можно с острова гонконг переплыть вон на ту континентальную часть и назад обожаю эти фэри заметил что здесь детей носят в основном отцы а в россии женщины таскают тяжести автобус вот всех кого вы здесь видите это единственные пассажиры автобуса снизу пусто и сзади тоже пусто потому что как я говорил лучшие места вот там спереди но мы не успели туда сесть хотя кучи не торопились наслаждаемся поездкой по гонконгу сколько раз мы уже делали это на этом маршруте даже подсчитать сложно чтобы тоже любоваться мая ты будешь фото народу добавилось после первой остановки похоже на автобусах больше за наличку ездить нельзя только карточки так что хорошо что мы сделали октопусы многое вот это меня всегда поражало в гонконге то что палатки прям разбивает а вот на этой площади я ночевал несколько раз и много видеокамер можно просто лечь на лавочку и отдыхать вот здесь вот справа будет еще одна площадь там тоже хорошо ночевать и там везде на всех этих площадях есть бесплатный вайфай так что можно спокойно лежать ютюбчик смотри здесь ничего не заблокировано в отличие от китая здесь мы сегодня гуляли этот лип по центр видели почти весь день мы его видели стейк-хаус лени говори стейк-хаус хочу стейк она говорит ах а вот только в гонконге мы еще стейк и не ели несмотря на то что в целом мы стали побольше зарабатывать чем в первые годы после приезда сюда но до сих пор не заработали чтобы нормально чувствовать себя в гонконге нищеброды мы для гонконга нищеброды это мы где-то по ванчаю едем мой любимый без шуток район гонконга бары и рестораны дома терпимости проституция в гонконге легализована достаточно сделать ип сдавать анализы и пожалуйста пожалуйста удовлетворяяй в свое удовольствие как местных жителей так и приезжих здесь есть прям отдельные здания являющиеся являющиеся огромными проститут домами каждая комната отдельная индивидуальная предпринимательница вечер пришел фонарики зажгли посмотрите красотища салон тесла мая переживает что не сфотографировала такую красоту гонконг красив днем но ночью он просто великолепен потому что вот эта вся серость она скрывается темнотой и только остается светящийся вот этот вот нереальный какой-то реально фантастический мир это художник так представляет себе гонконг будущего все дома поросли вот этими вот деревьями трамваи и паромы летающие ну и люди все ходят в противогазах скафандрах навеяно коронавирусом и тем что нельзя снимать маски я надеюсь вы не из тех людей кто увидев человека в маске пишет зачем ты этот намордник надел что собака что ли и все такое это во первых отсутствие воспитания показывает а во вторых в каждой стране свои законы в гонконге все обязаны ходить в масках иначе оштрафуют если вы живете в деревне где можно ходить хоть без трусов пожалуйста но если вы приедете в гонконг да в любую страну мира нужно соблюдать законы этой страны все выше и выше и выше мы поднимаемся сейчас здесь будут кладбища вот они старенькие гонконгские кладбища здесь есть прям целые горы вот такими вот плитами все покрытые напоминаю несмотря на то что гонконг это китай но все таки он был очень долго британской колонией обалдеть и здесь от британии очень много много осталось в том числе левостороннее движение да крутые виды вот о чем я говорил видите едем и прям прям сразу обрыв местами кажется что сейчас автобус туда слетит и очень очень узкая дорога как они вводят эти автобусы я не понимаю мама не мне не страшно это я так для передавания ощущений большинства пассажиров которые особенно впервые едут посмотрите что творится веткой по роже обожаю этот аттракцион прям супер 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 какой раз еду и все время нравится а во время дождя как тут круто вот оно это интересное высокое здание на горе такого интересного тоже цвета теперь город с другой стороны автобуса а слева гора и пролетающие мимо ветки прям так и кажется что сейчас по лицу ударит иногда ударяет но по стеклу к счастью именно поэтому здесь стекла не открываются нельзя открыть окно для проветривания веткой в глаз залетит все похоже подъезжаем пик виктория и аттракцион 15 марш рот макс мы тебя заждались здесь все постоянно переделывают раньше на месте зеленой лужайки был фонтан вот здесь вот был музей паровозиков ну в смысле самый старый вагон а вот он он стоит но он на ремонте на реставрации и вот оттуда сверху открывается классный вид на город в правом здании подъем бесплатный вон там вон слева где чуть получше вид туда подъем уже платный сразу наверх закат смотреть и фотографировать вот это оформление прям так по гонконгски выглядит мы обсуждаем а вдруг мы неправильно помним и та смотровая тоже бесплатная поэтому после того как насладимся закатом на этой бесплатной точно бесплатной поднимемся туда и узнаем пойдем моя хотела сфотографировать вот этот вот великолепный закат но сегодня солнце ушло куда-то в тучи получилось что-нибудь хорошее? ну ничего так если фильтров поналожить то будет ничего Майя а без фильтров слабо красиво сфотать? я не умею отсюда неоднократно показывал вид на город но в 4К еще не снимал впервые вечерний Гонконг в 4К на канале Денвас ТВ ох сколько же народа это еще надо немножко подождать надо чтобы еще стемнело и тогда тут просто сказка будет он красив на самом деле только вот здесь вот этот вот центр это роскошь, деньги, яркий свет а если вот чуть в сторону глянуть ночью у тебя дома даже не видно ни одного огонька, спальные районы некрасивые вообще Гонконг вот именно для жизни не очень и дорогой и тесный и не очень да, конечная трамвая вот снизу фотографируется по все стороны но конечно лучший вид туда посмотрите народу все больше 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 и вот там в углу где не попадает кадр вот эта вот барбекюшница шашлычница больше всего людей что не видишь, что это разное? ты все редактируешь? не, Макс не видишь, что это разное темнее, темнее, да? все красивше и красивше? есть слово красивше? нет, нет, красивее а может красивее? красивее вам же учительница русского языка недавно объясняла я слышал даже я не слышала нифига вы слушаете свою учительницу все, посмотрели? идем дальше у нас большие планы например, попить кока-колы съесть мороженое потому что тут достаточно жарко, хочется немножко охладиться достаточно жарко все-таки в куртках не, здесь классно, но на самом деле это просто это просто один раз глянуть в каждый приезд по одному разу 5 минуточек хватает чуть красивее станет попозже, но поедем я слышу русскую речь вот слева от нас магазин монополия все еще на месте монополия dream гонконг сколько стоит одна? ну вот монополия свинка пепа всего лишь 238 долларов очень даже дешево монополия планета обезьян ага каких тут только нет а! по сюжету пиксаровских мультиков О! даже малышка йода есть как его забыл как зовут мандалориан аплce Мандалорца, берем. О, да, 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 Рик и Морти, берем. Хотя последние сезоны мне не зашли, не берем, фу. А Мандалориан тебе зашел? Мандалориан мне понравился оба, оба сезона. А, то что вы? Да, да ты что, первый даже не досмотрел? Ладно, ладно, все это фигня, берем вот эту монополию, внимание, стоит она 18 888 гонконгских долларов. Старбакс неправильный, Старбакс должен быть закрытым, для того, чтобы особо концентрированные запахи были. Тут я не чувствую запахов Старбакса. Цены почти как в Китае, ну или даже может быть такие же. Чуть выше, да? В долларах, а в долларах еще. 50% скидки, и не важно, что продают. Ой, вот это хочу, привет. Красиво. Распродажа, 99 долларов. Хочешь? Да. Бери, у тебя есть свои деньги. Пик Гэллери, это обычный торговый центр. Шмотки, 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 еда, еда, еда. Просто все в два раза дороже, чем обычно. А то? А, знакомые, да, да, знакомые все дети. Лена, хочу, 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 я хочу такого терракота, во-во-во, во-во, хочу, хочу. Я его лично соберу, пожалуйста, 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 пожалуйста. До нас. Ой, а вам прикольно. Это я показываю, как Майя сейчас себя ведет. Мама, ну хотя бы посмотреть, хотел посмотреть, тут так классно. Да, маячок? Ой-ой-ой, смотри, какая горилла. Птичка. Страшная коала. А мне вот этот нравится, хамелеончик. А вот этот тебе не нравится? Нет, хамелеончик прикольный. Вот попугайчики, ничего. Птица Додо. Это же обычный картон. Щелкунчик. Смотрите, Йорик, бедный Йорик. Да. О, Орда-Дуэт-Два. Такого тоже хочу, 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 хочу. Это же просто картон, что тут такого дорогого. Идея. Ну и собирать прикольно, мне кажется. Как-то собирать? Да, это очень легко собирать. А, я хочу. Нет, а не склеивать. 98 гонконгских долларов, если что. Да, да. 1000 рублей вот за такой 3D-пазл. Двойной шоколадный маффин. Блюбери маффин. Блюбери это голубика, да? Да. Ммм, симпатичные мороженки. А, Мак-кафе. Что здесь пасту подают? Представляете, в Макдональдсе подают пасту, пиццу. Чиабата. Что тут только нет? Я так и не понял, чего они хотят. Так вы мороженое хотите или бургеров? Октопусом. Октопусом заплатим. Приложите, пожалуйста. Оп. Все, готово. Наш заказ 365. Какое хорошее. Нам за 9 минут поставили 25 огоньков, 7 лайков и 2 сердечка. И еще 5 комментариев написали. Очередь на фуникулер. Не, спасибо, спасибо, спасибо. Мы как-нибудь уж на автобусике. Пончики. Кримпафы. Все по 35, 39, 50. Маффины, маффины хочу посмотреть. О, а вот гонконгские вафли. Это вот в Гонконге надо есть гонконгские вафли с яйцом и сосиской. Ни разу такие не ел. Они такие миленькие, в стеклянной бутылочке. Швепс прикольно тоже выглядит. Я один раз в жизни пил из стеклянной маленькой бутылки Кока-Колу. Давным-давно. А на Филиппинах мы пили из двухлитровой или полуторалитровой бутылки стеклянной. Помнишь, Леносик? Лена, ей так понравилась эта бутылка, что она хотела с собой ее забрать. Ну, я ее отговорил. Мадам Тюсо. Всемирно известная сеть восковых фигур. Здесь кроме Кимбербэтча или как его там, никого не видно. Закрылись на ночь. Ну, мне, честно говоря, не нравится. Мне некомфортно стоять возле таких статуй, которые, ну, очень похожи на людей. Не, пошли. Как будто мертвяк стоит. А еще он маленький какой-то. Я думала, он, ого-го. Ну, в фильме можно сделать из любого карлика. Ого-го. Как Шнвардснеггер тоже оказался примерно такого же роста. А то еще и не было. Серьезно? Да. Селфи-будки. 22 тематики. О, классная фоточка с дрона, посмотрите. Касса, стоимость 75 долларов стоит подняться на эту смотровую площадку. Мы сделали правильный выбор. Майя хочет еще раз туда. Самое родное место блоков, где еще автобусы, пожарные машины. Да, ну что, вниз? Я думаю, пора все равно хайчить мы уже здесь не будем. Да. Я же скучился, потому что... Над Сим-Шацой. Да. Ё-моё. Вот это очередь на 15-й. А где конец-то? Халява. Wi-Fi в автобусе. 30 минут дается. Нет, выключу я, но ничего не таково. Даже скорость неплохая. Стрим из автобуса в Гонконге. Маршрут номер 15. Не-не, шучу. Мы хотим отдохнуть. Нам тут куча пожеланий и поздравлений в телеге понаписали. Всем огромное спасибо. Видео снимаю. Ну, вы его уже смотрите. В этот раз не так много, как из Макао, потому что вы еще из Макао не досмотрели. Красиво. Красиво, только свет в автобусе не тушат. Очень плохо видно. Увы. А мне помнится, что раньше тушили. Ну, может быть, это в моих фантазиях. Но что-то изменилось. Светло как днем. Это FC. Самый высокий небоскреб на острове Гонконг. То банк. Банк, банк. Ну, и финансовые всякие институты. Ну, я не катался на коробку. Да, я тоже ни разу не катался на этом пароме с камерой 360. Так что предвкушаю. Сейчас сниму интересные виды ночью, потому что она позволяет хорошо снимать даже при недостаточной освещенности. А поплывем мы вон туда, к светящемуся зданию. Оттуда открывается отличный вид вот на все вот это вот. И в 8, нет, в 7.45 в 8 и в 9 здесь шоу светомузыкальное. А цены-то подросли, я вам скажу. Чем мне нравится Гонконг, это полный интернационал. Здесь все, абсолютно все нации. Какая красота! Это просто офигенно! Это Гонконг! Красиво улыбаетесь. Рожки не стройте! Давай, давай, еще раз. Вертикально. На этой площади очень хороший Wi-Fi раньше был. Вообще по всему Гонконгу бесплатный Wi-Fi вполне хороший. Макс, так ты иди потанцуй, может денег накидают. Вот там на лавочках я очень любил ночевать. Потому что здесь недалеко есть туалет. Да все, что нужно здесь есть. Музыка. Часов до 11. Там можно спуститься к воде. И даже ее понюхать. Какой прибой! Вертикально раньше можно было. Можно было всегда! Вот, вот, вот. Вот мое любимое место для сна. Это деревянные лавочки, поэтому на них не холодно. Большинство остальных каменные. На них можно замерзнуть и заболеть. А там автомобильчик с мороженым. Сколько себя помню, эта музычка играла. В Гонконге у нас есть несколько любимых мест. И вот это одно из них. На Рождество. На Рождество и Новый год здесь классно. А я обожаю вот это дерево. Это что-то... Такое ощущение, что оно из бетона отлито. Но нет. Это настоящее дерево с листвой. Носите маски, носите маски. Налево заглядываем. И что тут? Ух ты! Зайчики. Зеленые зайчики. Майя танцует под музыку светофора. Макс тоже. А пойдемте вот здесь. Магазин шаманских продуктов. Кортье. Макдональдс сверху где-то. Принц Тауэр. Где-то вот здесь был Джоли Би. А, во, я правильно вас привел. Ну и 7-11 тоже где-то здесь в повороте. Так что, что хотите, то себе на ужин и берите. Оба-на! Смотрите, что есть. Лейс со вкусом трюфеля. Что это? Трюфель это такой дорогой-дорогой гриб. Смотришь, что я нашел. В Китае таких нет. Будешь с луком? Это что-то похожее на энергетические батончики от Носли. Без чипсов обойдемся? Мама сказала, никаких вам чипсов. Да, нет, я решил, что я худею. Хорошо, хорошо. Девять вечера только. Хорошо, молодец, что ты так решил. Монстр Энерджи 19 долларов. У нас по 6,5 юаней. Вот нашли дешевую водичку за 12,50. Бутылка воды за 100 рублей. Здесь всегда людно. И вообще это гнездо, гнездо, не знаю, всех возможных нарушителей закона и порядка. Гнездо разврата. Перед нами Чанкинг Мэншн. Одна из самых известных гостиниц, если ее можно гостиницей назвать. В общем, это жилой дом, переделанный под ночлежку. И мы направляемся туда для того, чтобы провести эту ночь в Гонконге. Если вы мимо этого места будете проходить ночью, где-нибудь вот здесь вам обязательно что-нибудь шепотом скажут, типа ганджа, ганджа. Короче, вы поняли. Но так как проституция легализована, часы, подделки, сумки, это все здесь. Но так как проституция легализована, то и это вам тоже здесь будут предлагать. Веселое местечко. Где там мама зависла, боится заходить? Здесь даже в лифтах стоят видеокамеры, но они не просто стоят. Изображения с них транслируются и в общем доступе. Вот, смотрите. Прям видно, что происходит внутри. Раньше были черно-белые, сейчас даже цветные уже. Апгрейдили. Какой вход? Отель, отель, ест хаус. Это что еще у них тут за отдача чести? Пятый. И здесь тоже открыто 24. Там написано 120 долларов за 2 часа аренды койки. Недорого. Мы нашли название своей гостиницы. Похоже, она занимает здесь весь этаж. И вот так вот выглядят коридоры. Это реально когда-то был обычный жилой дом. Лена говорит, у нас A2. Первый гест хаус. Но это не моя леста. Окей. Это моя проблема? Это не моя леста. Я уже платил. Мой директор, не сделай видео здесь. Почему не? Почему не? Я сделаю видео, окей, после этого. Почему видео снимать нельзя? Потому что мы... Тут доказательства, что какие-то мошенничества у них. Мне кажется, мы ему заплатили. Он заявляет, что не ему оплачено, это не его гостиница. Мы кому-то левому заплатили на C-3P, а это типа не его проблема, это наши проблемы. Валите. Это то, что я понял с английской речи. Я правильно понял? Да. Пойдем в блок D, там что-то интересное. Ооо, плов готовят тут. Ё-моё. Айфончики восстановленные, ворованные. Да, тут очень много всяких пловов. Вот, иди. Нашли человека хоть как-то связанного с этим отелем, но он уже на радостях, наверное, что суббота, пол-одиннадцатого, короче, набухался. Он с трудом понимает, что происходит. Сейчас пытается решить ситуацию. Я боюсь этого места. Мы один раз спускались по лестнице в этом здании. Ильинусик, помнишь? Там кровью на стенах что-то было красным написано. Чувак? Да, вы что, не помните? Нет. Макс, не прислоняйся ни к чему, ты что? Нам нашли одну комнату, сейчас пытаемся посмотреть вторую побольше. Еще в другом блоке. Что тут вкусненького дают? Ничего уже не дают вкусненького. Будь здорова. Это все гостишки. Ну, правильнее сказать, комнаты. Комната номер один. 250 юаней. Постельная с дырками. Тут волосня. Ультрафиолет лучше вообще не включать. Маленькая тумбочка, на которой Макс уже бросил свой телефон. Зеркало. Душ есть, душ. Мы не будем здесь разуваться, потому что бегают тараканы. И на унитаз тоже немножко страшновато садиться. Это самое, как это сказать, дешевое жилье, которое можно найти в Гонконге. Вот эта комнатка. 250 юаней. Ну, хотя бы туалет и душ. Душ тут есть. Да, кстати, это прям апдейт. Нет, я знаю, мыться не хочу тут. Я тоже, на самом деле. Я думаю, вот ляжем и спать. Или пойдем гулять. Папа, мы все уже устали до того, что уже плачутся. Я же на ютуб пересмотрю, чтобы в состояние встать. Чтобы, короче, о хорошем начинке. Макс, ну сейчас нам все равно надо маму в тот номер проводить. Поэтому я тебя тут одного не оставлю. Поедим, давайте поедим. Мы с Леной обсуждаем все. Стремно как-то показывать, в какой наслежке мы тут ночуем. А я считаю, что все нормально. Люди пускай знают, что можно за 250 юаней, за 2500 рублей. Даже у нас две комнаты. За 5000 рублей как жить можно. Я вот смотрю вот на эту розетку и понимаю, что у нас нет таких вилок для зарядки. Может где-нибудь, конечно, у них есть переходничок тут лежит. Ну, что за такая инопланетная розетка? Ну, такая вот инопланетная розетка. Петя, эти экраны у вас загипнотизировались, что ли? Вы стоите на них и смотрите, не отрываясь. Устали уже, видимо. Подвисают на всем. Я просто смотрю, вот люди эти вот, кто здесь работает, они, видимо, тут... Они тут и живут, они прям, они вот-вот тут вот и живут. Что там есть интересное? Тут вот какой-то индийский ресторан есть, туркиш кебаб, смартфоны продают. Тут есть все, что нужно для жизни. Можно из этого Чонкин Мэншин не выходить. Это не наш лифт, да. Да и ладно, что-то там... Куда-ладно, куда ты поедешь? Насколько им там похоже в их стране плохо, что здесь им хорошо. Здесь пол Африки и Азия, и кого тут только нет. Майя, ой, Лена, я уже все. Второй номер даже с окном. Макс, у нас-то с тобой без окна. А помните, когда мы делали впервые визу, мы смотрели Парад Победы на китайском языке в прямом эфире? Так, девочки, короче, провода не трогайте, никому не открывайте. Мы постучимся секретным Васильевским стуком, понятно? Завтра в 7 утра. Нет. Как это нет? Нам надо побыстрее выбраться из этого мрака и... Я вас жду полдесятого. Я думал с утречка пораньше. Ну ладно. Мне поспать надо. Давайте. Пока, маячок, не грустите. В каких стуках, да? Специально мама знает, чтобы ты вообще... А ты вообще никому ничего не открывай. Даже если Макс будет кричать. Вот видишь, потому что тут девушки, она сразу давай убегать. Ну, еще я откуда в кубку. Все. Пока, пока. Никому не открывайте вообще. Штраф за курение 5 тысяч гонконгских долларов. Именно поэтому она убежала, а не потому что была в... Не понять, в чем одета. Все пауэрбэнки сели. Зарядного в нашей комнате нет. Но есть телефон с огромной батареей, от которого можно зарядить любой другой гаджет. Ну, как, Макс, понравился день? Да, классно. Окончание все немножко смазало. Но есть где ночевать. Со всем справились. Увидимся завтра. Всем пока.